Несчастные случаи с любителями тихой охоты, проживающими неподалеку от военных полигонов, происходят довольно часто. Как показывает практика, информационные стенды «Вход запрещен», расположенные по всему периметру полигона Брестский, местные жители попросту игнорируют. Поэтому военнослужащие 38-й бригады постоянно напоминают собирателя грибов и ягод о том, что в погоне за подберезовиком или горской черники можно получить серьезные увечья или вовсе лишиться жизни. Полигон сам по себе является местом повышенной опасности. Это режимный объект, который посещение посторонних людей нежелательно. Несмотря на то, что сейчас начался грибной сезон, сезон сбора ягод, обращаем внимание местных жителей, что не стоит посещать полигон, это опасно для вашего здоровья, несет увечья, травмы и само по себе это уголовное наказуемое деяние. Однако поход за грибами и ягодами в незнакомый лес не менее опасная затея. Даже опытные собиратели даров леса не исключают возможности заблудиться в лесной чаще и стараются не ходить по нехоженным тропам в поисках заветной ягоды. К сожалению, далеко не все следуют этому, казалось бы, простому правилу. По сей день продолжаются поиски 75-летней жительницы деревни Радостова Драгичинского района. Мария Григорьевна Дмитрук ушла в лес за ягодами и не вернулась. В 8 утра 24 июня обратилась дочь пропавшей. Сразу же были начаты поиски. В них задействованы сотрудники РОВД, местное население и родственники. Также в один из дней привлекались и пограничники, прочесывался лес. Здесь возникают проблемы с тем, что местность болотистая. Но пока поиск результатов не дал, были обследованы также близлежащие поселки, дома бесхозные и поля. К сожалению, поиски пропавшей до сих пор не увенчались успехом. В связи с этим, сегодня по сигналу тревоги были подняты и отправлены в близлежащую местность все сотрудники милиции отдела Драгичинского района.